всем добрый день в этом видео мы вам покажем как продлить жизнь опарышу наверняка у каждого рыболова были ситуации когда приходишь в магазин покупаешь опарыша смотришь он вроде бы нормальный качественный приходишь потом на рыбалку особенно когда это лето жарко на опарыша начинает появляется слизь исходит очень неприятный запах и он начинает темнеть ну и впоследствии приходит негодность данную процедуру можно проделывать как дома так и непосредственно на самой рыбалке для этого нам понадобится сито с мелкой ячейкой заранее подготовленные мелкие древесные опилки мы их пересыпали в такую баночку и все доносим с собой на рыбалку также нам надо будет вот такое вот небольшое пластиковое ведро и бумажные салфетки вначале мы должны опарыша пересыпать в это ведерко пересыпали затем набираем сюда холодной воды берем любую палочку и перемешиваем его очень тщательно берем наше сито и выливаем это все вот нету процедуру нужно повторить еще один раз набираем воду и перемешиваем не так просеиваем через сито теперь нам надо ведро насухо вытереть пока мы будем это делать чтобы опарыш от нас не убежал рекомендую накрыть это крышечкой от баночки берем салфетку и хорошо вытираем после этого берем еще один кусочек салфетки и укладываем на дно ведра затем высыпаем сюда нашего мокрого опарыша и сверху накрываем еще одной салфеткой получается что опарыш будет находиться между двух салфеток поскольку он все время находится в движении он будет сам себя вытирать и салфетки будут впитывать в эту лишнюю влагу теперь ждем некоторое время пока опарыш полностью высохнет так вот наша парыш высох теперь мы должны вот эту баночку в которой он находился изначально хорошо помыть и высушить помыли чтобы долго не ждать пока она высохнет берем натиральная салфетка и теперь высыпаем опарыша в чистую сухую баночку тут бывает что он заползает за салфетку поэтому надо проверить и его по вытрушивать отсюда вот вот после того как мы высыпали опарыша берем наши древесные опилки и насыпаем в эту баночку всыпаем запасом теперь баночку закрываем вот так вот вот потрушим вот что у нас получается чистый опарыш в опилках благодаря опилкам не образуется вот это вот слизь о которой я говорил изначально вот бывали случаи что даже забывали ненадолго на солнце то есть не было никакой слизи опарыш не чернел также вот после такой процедуры часто вот ездим мы на рыбалку с ночевкой где-то на три дня и опарыш всегда выглядит как будто бы только что из магазина спасибо всем за внимание подписывайтесь на наш канал смотрите много интересного видео до новых встреч до новых встреч наше Birthday